Приветствую вас. Я бы хотел, наверное, начать свой ответ с того, чтобы задать вам такой вопрос. Вот вы говорите, мужчина живет далеко. Если мужчина живет далеко, то вас же что-то наставило с ним познакомиться, сблизиться. Значит, он же ведь не просто так вас к себе зовет, да? Он же не просто так вас как бы призывает, чтобы вы были с ним. Наверное, нет. Значит, получается, что для него то, что вы находитесь в отношениях, означает, что он может и, возможно, хочет от вас чего-то. То есть я пока не знаю, чего. И вы, наверное, пока тоже не знаете, чего он хочет. Объективно. Но тот факт, что мужчина говорит вам о том, чтобы вы к нему приехали, чтобы вы с ним были, свидетельствует о том, что он считает для себя возможен, что вы пойдете на такой шаг. Ну, хорошо это или плохо, мы здесь сейчас говорить не будем. Это не столь важно. Важно другое. Как вы вообще пришли к тому, что стало возможным для вас такое вот поведение? Такое вот отношение к вам мужчина. То есть вас ведь что-то заставило познакомиться с тем, кто живет от вас далеко. Это первое. Что вам заставило познакомиться с таким человеком? Дальше. Ну, зовет вас мужчина к себе. Хорошо. Зовет. Но он же не может вас объективно звать туда, где вы, например, не знаете, что будет, как будет, что вообще вас там ждет, например, и так далее. Это не было бы правильно. Вы не считаете так? Если вы согласны с этим, с тем, что это не было бы правильным, если вы согласны со мной, то тогда давайте подумаем. Ну, предположим, мужчина говорит правду. Предположим, мужчина действительно хотел бы, чтобы вы с ним жили. Предположим, он действительно хотел бы, чтобы вы приехали. Но он мужчина. Как вы считаете, кто первым должен показать свое намерение? Вы или мужчина? Как вы считаете, вообще, какую роль занимает женщина в отношениях? А какую роль мужчина? Вот определите эти моменты для себя. Они очень важны на самом деле. Потому что от этого зависит едва ли не то, что вы ожидаете от мужчины. Что вы хотите от него. Считаете ли вы, что он должен что-то делать? Считаете ли вы, как ты еще, вообще, как вы относитесь, что вы ожидаете и так далее? Определите, то есть для начала свою позицию в отношениях. И тогда уже, исходя из нее, действуйте. Далее. То, что мужчина живет другой женщиной. Ну, вообще говоря, сам факт того, что он живет другой женщиной, еще он ничего не значит. И ни о чем не говорит. Потому что мы не знаем, что это за женщина вы не написали, что это за женщина. Может быть, он живет с ней просто потому, что нет больше. Да, это не очень хорошо, но вам нужно все, как целью, обсудить с ним. Как он видит ваши отношения, что он собирается, например, сделать для них и так далее. Но вообще-то, важнее всего, наиболее правильно будет, если он приедет к вам первым. Если он проявит вам свое намерение. Вот это, пожалуй, будет самым верным. А так получается, что вам нужно ехать непонятно вообще куда, непонятно вообще кому и так далее. Ну, сами, наверное, вы понимаете, что это не есть хорошо. Сами вы, наверное, отдаете себе отчет в том, что это, ну, как-то, знаете, вот, как-то странно это все. Поэтому вы своему мужчине выскажите вот это вот предположение, которое говорите нам, что вам непонятно, почему вообще он живет с другой женщиной, куда вам приезжать, в качестве кого вы на него будете, на что вам рассчитывать и так далее. Все это нужно выяснить. Если мужчина ничего вам вразумительного не ответит, ну и не стоит тогда тратить свое время на этого человека. И все. И зачем вам брать время на того, кто не собирается ничего серьезного вам давать? Зачем вам брать время на того, кто просто хочет, наверное, ну, кто, возможно, хочет просто поразвлечься и не больше, не меньше? Вы подумайте в общем о том, что вам нужно. Вы подумайте в общем о том, чего вы хотите. Вы подумайте в общем о том, что это за мужчина. И возможно имеет смысл проанализировать более подробно то, как у вас выстраиваются отношения вообще. Потому что пока не очень понятно. Но я думаю, что прежде чем принимать решение, необходимо все-таки все ввеси расставить свои приоритеты. И когда приоритеты будут расставлены, вам уже будет гораздо более ясно, соответствует ли ситуация этим приоритетом или нет. И если она не соответствует, то тогда может быть и не стоит даже пытаться с этим мужчиной что-то строить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!